Здравствуйте! Я буду делать расклад на картах Ленарман из 24 карт на отношения между мужчиной и женщиной. Будем делать расклад. Итак, устройтесь поудобнее и ничего не ожидайте. Если вы уже знаете ответы и ожидаете, конечно же, это будет для вас не очень полезно. Поэтому прежде всего нужно довериться, что будут даны советы. А, конечно, у вас есть воля, своя воля личная, да, и вы будете поступать соответственно своему выбору. Но смотрим. Вот первая карта – волнение. Вы очень волнуетесь. Именно волнуетесь, потому что для вас это важно, да, безусловно. Итак, вы волнуетесь и вам нужно сделать выбор, вам волноваться об этом или перестать. Вы не знаете, что произошло, да, нужно сделать выбор. Следующая карта – креста. Она говорит, что вы боитесь, что это уже конец, что ничего не будет. Здесь коррупция крысы, да, вы боитесь, что больше не вернется уже, конечно, вот эта любовь и состояние счастья больше не вернется. И опять карта волнения вышла. Ну и вот такая карта, где не нужно волноваться, скорее всего, потому что это, в общем-то, не очень-то конструктивно. Правильно? Вот поэтому так, не нужно волноваться вам прежде всего. И будет 7 карт. И давайте следующий ряд начинать. Вы волнуетесь об отношениях, безусловно. И вам стоит вообще остановиться пока все, остановиться и послушать. Смотрите, вы чувствуете себя одинокой, и что вы пострадали. Вот именно пострадали. У вас был конфликт. У вас был конфликт, понимаете? Это видно, это правда. Вы хотели бы получить знания по поводу этого конфликта. Почему? Вы думаете, что где-то была какая-то или манипуляция, или недопонимание. Вы думаете, даже, может, соперница есть у вас. Может, он о каком-то другом думает. У вас тоже такие чувства появляются, да? Вы хотели бы стабильности дружеской. У вас эти отношения на таком высоком вибрационном уровне с этим мужчиной. Понимаете, вы хотели бы с ним быть любовь, любовь иметь как мужчину и женщину, и тоже стабильность. Такую какую-то дружескую стабильность, да? Теперь мы смотрим последний ряд. Препятствия, конечно, радости. Вы получаете препятствия в радости, да? Но вот дом рядом с солнцем, значит, это уже очень хорошо. И здесь у нас корабль вышел. Интересно, да? И пока еще вас здесь нет, вы понимаете? Вот смотрите, нет вас совсем здесь. О, вот так. Вот, пожалуйста, все будет у вас хорошо. Даже можно уже на этом и остановиться. Ничего себе. И Лилия, вы помиритесь, и вы будете вместе. Эти будут рекарды совета, мы их потом посмотрим. Хорошо? А сейчас, пока, мы смотрим сюда, и все очень здорово. Вы вышли вместе. Причем в конце расклада. Это говорит, что нужно немножко подождать, не торопиться. Примирение будет, но оно будет не совсем вот завтра, да? Ждет вас романтическая какая-то или поездка, или отношение к друг другу станет более свободное по этому кораблю. И, в общем-то, радость придет в дом. Все будет очень хорошо. По диагонали мы видим друг. У вас как бы наладится такое ощущение дружеское и к себе, и с другими. Но более какое-то, знаете, стабильное, ненервное доверие появится. Эту карту как бы собаки можно карту доверия считать. Вы знаете, вы поссорились по какой-то причине. Вот эта змея, значит, это ссора. Или получилась какая-то такая ситуация, где вы охладели как-то на время друг другу. Может быть, что-то кто-то сказал, что другой не так воспринял правильно. Но, опять же, знаете, можно сказать, что-то одно другое поймет вообще противоположное. Потому что ведь мы не слышим нормально друг друга здесь и сейчас. Мы обычно слышим 99% из нашего прошлого. Что-то поднимается и нам сообщает, о чем вы сейчас говорите. Поэтому мы часто и не слушаем друг друга. Так что кто-то что-то сказал. И кому-то не то, что не понравилось, а какая-то резонация внутренняя произошла. Резонация с прошлым. У мужчины, скорее всего, произошла эта резонация. И он испугался. Знаете, вот как бы по Христу, по диагонали он испугался. И как бы эти знания, которые вы ему открыли касательно его самого, он как бы открыл что-то о себе, когда с вами стал близок. И эти знания его испугали. Он не ожидал увидеть в себе этого всего. И он как бы охладел где-то, может быть, потому что здесь карта змеи, какая холодная карта, в каком-то понятии. Здесь ее можно прочесть. Иногда она бывает и считается, как сексуальная карта мужчины. Но у него как-то двойственность была. И сексуальная горячесть. И вместе с тем он охладел, потому что испугался чего-то. Коммуникация была наружена, может быть, был спор. Или даже, может быть, не спор, а недопонимание. Или, может, у него какое-то чувство внутреннее, потому что книга – это что-то внутреннее, закрытое. Какое-то внутреннее чувство взыграло в нем, что сказал ему – нет, здесь не нужно дальше, стоп. Вот как-то он так себе сказал. И это, конечно же, вам непонятно, потому что вы-то всего не знаете, этого внутреннюю работу над собой, которую он проходит. И вам нужно быть более чуткой к нему, проявить чуткость, понимание. Более как на дружеском уровне сейчас, на уровне верного друга сейчас быть просто. Потому что в будущем вас опять ожидает лилия. У вас возобновленными будут ваши любовные отношения. Но это будет в будущем, причем, вы знаете, может, даже и в скором. Но тем более все начнется с какой-то верности. Вы проявить должны верность. Посмотрите, какие карты будущего для вас двоих. Кольцо, вы даже, может быть, съедетесь, вы даже, может быть, будете жить вместе. И такая верность, да, верность. И эта карта тоже верности лилии, такой, знаете, благородной верности. От сердца к сердцу на долгие годы, когда люди глубоко доверяют друг другу. Вот так у вас будет. А сейчас действительно у вас, видите, это как бы в вашем настоящем, у вас сейчас застой. Вы замолчали, вы даже не общаетесь. Эта карта и показала, это застой. И уже долго, видимо, да, как вы сказали сами, полгода все происходит. А он мечтает, волнуется, мечтает, вспоминает о том, что было. Да, ему это очень приятно. Он, очевидно, тоже хочет сексуальной близости, вы знаете. Он хоть, он и охладел, это касается все на эмоциональном уровне. Он очень охладел к вам на эмоциональном уровне. А вот на физическом уровне ему хочется с вами опять любовных отношений. На таком, знаете, уровне физическом. Ему это очень важно. Эти все карты из прошлого. В основном, вот, вы как бы в конце, это говорит о том, что у вас уже есть прошлое, да. Да, настоящий четко описал о вас. И будущее у вас, ну, просто прекрасное, уже лучше нельзя придумать. Но в прошлом, да, действительно, вы были одиноки, да. Долгое время, как бы, можно жить в паре и быть одинокой, правда. Вот, и какие-то конфликты у вас были где-то. Ну, и вот так вот для дома, конечно, было как-то, в доме как-то все было до того, как вы с ним встретились. Как бы так, пусто, да, пусто. Но вот очень хорошо, это редко так получается. Я специально взяла колоду, где была бы вероятность, что женщина и мужчина смотрят друг на друга или против друг друга. Так что это вот такая хорошая колода в этом плане. Она может показать все четыре возможности. Ну, это карты совета. Мы сейчас их рассмотрим вот здесь, да. Я их буду выкладывать. Карты совета. Итак, какой совет вам, дорогая, можно получить? Ну, смотрите, карты совета еще лучше, чем общий расклад. Но так все хорошо выходит у вас. Мечты будут сбываться. Понимаете? Вот вы мечтаете, чтобы, конечно, возобновить отношения. И они у вас будут с эти мечты. А эта карта предлагает, посмотрите на большую перспективу. Обратите внимание, вот не на день-два, а на дальше. Как будет дальше? Помечтайте о том, как будет дальше развиваться. Это для вас будет очень полезная мечта, да. По этой карте. Посмотрите, получится ли у вас, может быть, съехаться даже, потому что здесь аист. Может быть, у вас получится новый дом построить вместе. Это тоже возможно. И вы понимаете, что это дерево жизни. Это символ ваш, как человека. И он в самом конце раскладывает для вас очень знаменосные, кармические, нужные вам отношения. И вы знаете, всю свою жизнь вы шли сейчас до такого состояния, чтобы с этим мужчиной у вас произошла-то любовь. Это было как бы вам по судьбе назначено. Вот такая карта в конце говорит. По судьбе. И вам нужно обязательно как бы притворять эти отношения в жизнь. И здесь нужна тонкость. Потому что мужчина очень нервный. Очень нервный мужчина. Здесь карта корабля. Его характеризуют. Давайте немного посмотрим, что он за человек. Во-первых, он стабильный. На него можно положиться. Он очень верный человек. Правда? Человек своего слова. Серьезный. Очень серьезный по якорю, да. И сейчас он начинает для себя открывать какую-то сексуальность, ранее ему незнакомую. Потому что здесь мы видим рыбы, да, вместе, сочетание рыбы со змеем, со змеей дают такой, такой какой-то, как бы, флейвор, не знаю, как сказать по-русски. Такое странное сочетание, когда человек, он эмоционален очень, он горяч, и вместе с тем он как бы боится сам себя. Знаете, как змея кусает себя за хвост. Или это другое какое-то животное делает это. Вы понимаете, здесь очень сложно у него. Он действительно очень напряжен в этом плане. И сам себе не доверяет. Он немного в замешательстве. Он не понимает, как так могло с ним такое случиться, такое произойти. И он себе задает эти все вопросы. А уже то, что вы видите, это его реакция на эти вопросы. Потому что у него, как бы, его состояние, это уже реакция на его внутренний разговор с собой. А у него внутренний разговор с собой такой раздвоенный какой-то язык. Понимаете, он себя то жалит, то балует. То соглашается с собой, то он с собой в раздоре. Вот у него есть такое в характере. Тем более, что сейчас с ним как будто буря произошла. Вот ваши отношения застигли его как бы, да, врасплох, можно сказать. Поэтому он сам с собой воюет. Да, воюет с такими общепринятыми вещами, как что хорошо и что плохо. Что люди придумали мораль. Но это все люди придумали для того, чтобы быть несчастными, я так думаю. А на самом деле мораль это тогда, когда человеку хорошо, и он никому ничего плохого не делает другим. Правда? Вот этот мужчина имеет какие-то ложные идеи, аморалии. Ему навязаны обществом и его родителями, и неизвестно еще кем и чем, может, тысячелетиями. Вот он такой, потому что он такой стабильный, он имеет вот эту проблему. И это его ложная мораль его загрызла. Как бы загрызла, какая-то змея замучила. И как эти крысы. Крысы, потому что мы видим по ходу коня, что здесь крысы у него, видите? Он сам себя загрыз. И тоже загрыз своими мыслями, своим умом. Знаете, как вот он сильно умный, он действительно человек образованный, думающий. Он не просто образованный. Он такой человек, который всю жизнь самообразовывается, понимаете? У него много интересов. Он любит читать, разбираться до корня во всем. С ним очень интересно. Он очень развит интеллектуально, очень развит мужчина. И вот этот его ум, он его и довел. Понимаете, что сейчас он себя грызет этими крысами. А ему бы хотелось свободы. Ему бы хотелось вот так свободно любить. Но он не может этого сделать, потому что вот у него много очень таких лимитов внутренних, таких границ страшных, которые он себе заборов поставил. Это можно, это нельзя. Шаг вправо, шаг влево, расстрел, как говорят, да? Вот он к этим людям и относится. Теперь посмотрим немного о вас. Ну, вообще у вас новые сексуальные отношения, понимаете? Вы хотите стабильности с этим мужчиной. Вы очень милый и теплый человек. И вы умеете любить. Это ваш портрет. А вы совершенно рядом и смотрите друг на друга. О чем еще может быть разговор? Вы будете вместе обязательно. И карты итога говорят, что может быть даже и съедетесь вместе. Так что...